Луноход, космонавты, инопланетяне и, конечно же, падающий метеорит. В новогодние дни южноуральцы будут отдыхать в космическом городке. Будут цифры 20-21, то есть следующий год. Здесь будет написано с Новым годом, коньки, там Дед Мороз, Снегурка, там горки, тут космонавты, тут лабиринт, там лабиринт, тут сцена. Создавать космические извояния доверили гостям из северной столицы. Андрей занимается скульптурой уже 20 лет, в том числе и ледяной. На счету выпускника Академии художеств Репина, десятки сверкающих коней, сказочных героев и даже громадная фигура Кинг-Конга. Пришельцы созвездия в его практике впервые. Много чего делал, даже Арнольда Шварденеггера в этом, терминатора и так далее, но красную шапочку не делал. Из-за льда? Из-за льда, да, на мотоцикле. Что сейчас бояльцы? Космонавтов. Я так думаю, все-таки Арнстранта. Почему вы так решили? Ну, мне так хотелось, он все-таки на Луну первый стал. Ледовые произведения уже на финишной прямой. Впрочем, как и межпланетные горки. На этот раз их будет семь. Скажите, какая самая большая горка будет? Сколько? Вон та, он 4,5 метра высотой. 4,350, быть точнее. И что, какие? Маленькие, детские, высотой 900 миллиметров, 1200, разные. Сатурн, Буран, летающая тарелка. Каждая горка имеет свое название. Но в отличие от летательных аппаратов, сделаны они не из ракетного металла, а обычной сосны. Не менее прочного материала для безопасности юных космонавтов. Они по разной степени сложности, горки. То есть вот эта горка большая, объемная, на нее ушло у нас три дня. А остальные горки по дню, по полдня. То есть разные горки, разная степень сложности, разный объем работы. Ледовый городок в космическом стиле выбрали сами челябинцы. Проголосовав за него на портале «Активный житель 74». И 22 декабря горожане уже смогут прогуляться по уральскому звездному городку. Наталья Кудряшова, Илья Капелин, Урал-1.